Снег в перемешку с песком и мусором уже превратился в снежные дюны. Люди, выходя из автобусов, буквально утопают в осадках. На остановке общественного транспорта у железнодорожной станции Кубинка-1 давно не было замечено уборочной техники. Все надеются на весну, когда снег растает, всю зиму не убирается, ждет, когда придет солнышко, кстати, и поможет местным коммунальщикам. Поэтому вот посмотрите, что здесь творится, как ходить по этим лужам, ходит народ. Ничего не меняется, уже какой день я уже здесь езжу, постоянно слякать, грязь, это же каша полная, туда наступаешь, ноги сразу, не знаю, там соль, реагенты, ну что попало, цепят. Чтобы разобраться в ситуации, с инспекцией Кубинку посетил глава округа Андрей Иванов. Вы же видите, в каком-то ужасном состоянии. Мы не первый раз натыкаемся. Убираемся, да. Ну а как вы убираетесь? Сегодня убирали. Вы же видите, какие холмы. Я вижу, вижу. И зальда, и грязи. Вот заряжение. Бедные люди вон стоят в таком ужасном положении. Территория транспортной развязки, где расположены автобусные остановки и ларьки розничной торговли, официально является собственностью администрации округа и находится в коммерческой аренде. По условиям контракта содержание участка возлагается на арендатора. Однако должным образом свои обязанности он не исполняет. Если в кратчайшие сроки ничего не изменится, мы не сделаем полноценный разворотный окон, если не приведем в такой порядок, мы пойдем на изъятие земельного участка. Также Андрей Иванов посетил здание железнодорожного вокзала, сквер и выход на платформу. Привокзальный парк жители города используют в качестве зоны отдыха или прогулок с детьми, особенно в теплое время года. Однако его территория не убирается должным образом, а ограждения от железнодорожных путей отсутствуют. В целях помочь навести порядок, глава округа предложил представителям РЖД рассмотреть варианты сотрудничества. Мы-то как раз от этой работы не отказываемся, и людей на своих и чужих неделях, как это бывает у РЖД и других, к сожалению, монополий. Отдайте нам, давайте с таким обращением выйдем. Тогда и, возможно, с вас головная боль снимется, если она такая есть. Кубинка попала в программу Московской области по установке Стеллы – город воинской доблести. В планах администрации – разместить ее в этом сквере. Вокзал – это же въездная карточка города. И как раз Стелла будет встречать жителей. И для Кубинки это, конечно, большой подарок. На сегодня средний пассажиропоток на станции Кубинка-1 составляет около 4 тысяч человек. За последние годы платформа преобразилась. Появилась современная навигация, благоустроена прилегающая территория, а по соседству установлено несколько образцов военной техники. Однако содержать территорию необходимо в должном виде, вне зависимости от времени года, подчеркнул Андрей Иванов.